Так, всем доброе утро, дорогие друзья, всем добрейшее утро. Я вернулся в Киев, приехал в Киев. Киев не вернулся, а приехал в Киев. Давайте сяду, чтобы не было так. Телевизор, а там телевизор мой фокинь, красивый. Вот. Все, и мы продолжаем изучать Мишли, Мишли, притчи царя Соломона. Продолжаем изучать великую мудрость Торы, которая была выражена нам, передана царем Соломоном в произведении, которое называется Мишли, притчи, как мы уже знаем, он нам передавал через вещи понятные каждому человеку, он нам передавал великие вещи непонятные. Но то, что было всего точнее зрения понятно каждому человеку в то время, он жил 3000 лет назад, на сегодня нам уже многим непонятно. И приходится это разбираться с помощью Малбима. Был такой великим мудрец, который жил 150 лет назад, и он объяснил, было вообще абсолютно понятно каждому человеку, который жил 150 лет назад. Но теперь приходится еще делать одно усилие и понимать это с точки зрения сегодняшней. Интересно пройдет время, и как дальше все будет мир меняться, и может быть через там лет 100 будут объясняться совсем другими понятиями. То есть, вот сейчас любому человеку понятно там, вот мобильный телефон, вот ты ходишь с трубкой, или вот так вот ты ходишь со смартфоном, и ты видишь человека, который находится в Австралии, и ты с ним разговариваешь. А он в это время в джунглях. И с вами третий беседует, можно третьего подключить в совместный разговор, а он в самолете в это время летит. И вот один летит в самолете, один в Австралии, в лесу, и ты сидишь с вот такой вот коробочкой маленькой, и видишь этих двоих, и с ними разговариваешь. Понятно? Ну понятно, а что удивительного? Удивил, это вообще нормально. Но представьте, если бы такое было 100 лет назад им показать, они бы с ума сошли бы. А что будет через 100 лет? Мы бы сошли с ума, если бы нам показать то, что будет через 100 лет, мы бы просто, наверное, поразились. Хорошо. Значит, мы дошли до того, что в 6 главе, в 6 главе, первые были у нас отрывки, началось с того, что нельзя поручаться ни за кого, это была первая как бы идея, что нельзя поручаться ни за кого, если в жизни, в бизнесе. Но если ты поручился, пообещал ближнему и дальнему кому-то, взял обещание, и ты как бы попал в ловушку своего обещания, и ты и одному пообещал, и другому, то нам советует царь Салмон, что нужно идти просить к ближнему, чтобы ближний тебя простил и отпустил как бы, да. Метафорично нам объяснил Малбим, что здесь имеется в виду, ближний это Бог, дальний это Ецарара. У каждого человека внутри есть вот эта часть, которая называется дальний, это животное начало. И ближний это Бог, это душа. Но человек не чувствует, что душа это его главная часть. И он, когда вступает в противоречие, вот духовное и физическое вот это вот составляющее, то нам советуют молиться Богу, просить Богу, чтобы Бог дал силу духовной части, чтобы выйти из этой ловушки. Если ты попал в эту ловушку. Теперь дальше. Дальше четвертый был отрывок. Не давать сна глазам своим, и дремы векам своим, то есть не лениться. Потому что во время лени животная часть усиливается. То есть вот эта внутренняя корова, которая стремится забрать управление жизнью человеком, внутреннее животное, нефешбеймит это называется, на верите, то оно усиливается, когда человек как раз спит. Вот то, кто соня такие, да, люди, которые соня, на них полагаться нельзя. Потому что если человек не может себя поднять с кровати, он собой вообще не управляет. То есть им его животная часть, она настолько его сильнее, что он просто, ну как бы, понятное дело, может он и хочет что-то хорошее в жизни сделать, но он неуправляемый. Он сам собой не управляет. Теперь дальше. Четвертый был отрывок. Альтитеншена лейнейха утнума ля фа пейха. Не давай сна глазам твоим, и дремы своим векам. Значит, все, пятый отрывок. Иноцель кицви, мият ухи цепор, мият якуш. Спасайся, как олень из его руки, и как птица из рук птицелова. Значит, тоже в то время, как люди питались, поймал голубя, съел голубя, поймал зайца, некошерный должен отпустить, если ты еврей. И тут вот выбор, а если ты до этого неделю не ел, и ты поймал зайца, и у тебя внутри борется твое животное начало с твоим духовным началом. Духовное начало говорит, по туре зайца нельзя. Животное начало говорит, заяц прекрасный зверь, чистенький такой. И у зайца есть один признак кошерности. То есть, есть два признака кошерности у животных. Животное должно быть с раздвоенным копытом и жевать жвачку. Заяц жует жвачку, то есть он травоядный, прекрасный зайчик такой, все. Но у него нет копыта раздвоенного. И ты сидишь голодный и думаешь, а может это копыта у него? И так ему лапу рассматриваешь. Смотри, как у него в зайце лапа выглядит. Может это копыта? Может быть ты, ну, как бы, может он кошерный? А если бы я зайца без лап нашел? Что тогда? И внутри начинается вот этот вот разговор между твое желание его съесть и твое знание, что зайца нельзя из Торы вступает в противоречие. И здесь говорит нам царь Соломон, говорит так, в этой ситуации и нацелька цви, убегай как олень, спасайся как птица из-за руки вот этого птицелова. Что это значит? Это значит, как птица спасается от руки птицелова? Она даже птица, она даже может оставить перья свои в руке у птицелова, чтобы спастись. А олень как спасается от охотника? Олень просто убегает вообще. То есть здесь нам дается совет, дается нам совет такой, что вот в этой вот войне между животным началом и духовным началом, если ты уже вступил в переговоры, ты проиграл. Все, уже переговоры, они уже, уже это животное начало тебя уже зацепило. Вот эта внутренняя все время война идет между животным и духовным. Переговоры, все, ецерара, вот это злое начало, оно сильнее. То есть нужно спасаться, просто нужно убегать, убегать как Йосеф. Вот мы сейчас учили недельная глава Йосефа, когда к нему пришла жена Патифара, никого в доме нет, и она ему говорит, смотри, все, никого нету, давай, ляг со мной, говорит ему, жена Патифара, и все, ну что, какая тебе разница? И Йосеф, она его прям схватила, и Йосеф что сделал? Он убежал, вырвался из ее рук, как раз как по совету, как олень из руки охотника, и как птица из рук птицелова, он выбежал на улицу без одежды, одежда осталась в руках у жены Патифара, а он голый выскочил на улицу, а она что говорит, представляете, какое у него было потом испытание, он выдержал, выстоял вот в этом испытании, а она выбегает на улицу, говорит, он меня хотел изнасиловать, посадить его в тюрьму, его садят в тюрьму, он сидит за это 12 лет, 12 лет он сидит в тюрьме, и у него нет ни одного слова против Бога, он говорит, ну, значит так, слава Богу, Баруха Шем, то есть у него, даже его потом фараон позвал, и говорит, я слышал, что ты можешь сны разгадывать, и он говорит, Белядай, без меня, это только все в мире решает Бог, я кто, я могу сказать, что там я думаю, но это все без меня, все Бог решает, и у него было, то есть у него не было на Бога никакого вопроса вообще, то есть я делаю свое, Йосиф говорит, Бог делает свое, и я верю, что в итоге все к лучшему, и вот эта его вера в итоге, что все к лучшему, привела его потом куда? Он стал премьер-министром, в 30 лет, то есть в 18 он сел в тюрьму, в 30 он вышел, и до 110 лет, 80 лет он был премьер-министром в Египте. Значит, понятно, да, то есть от эмоционального, от вот этого злого начала надо спасаться как? Бегством, бегством спасаться. Есть еще один метод, его нам советуют, Талмуд в трактате Тедушин, он нам советует, что Ярдис Адам, Леолам Ярдис, или это в Брахот, не помню, или в Тедушине, или в Брахот, Леолам Ярдис, то есть пусть всегда человек нападает, Ецарам Тов на Ецарара, то есть нужно вести войну, наоборот, на опережение, то есть как вести войну на опережение, например, человек, который хочет победить свое животное начало, как он может по-простому вести войну на опережение, например, он берет, начинает обливаться холодной водой, что это значит? Он говорит, я свое тело, я хозяин своего тела, да неприятно, да страшно, а вот я водичку холодную на себя и вылил, вылил, тренировка, он заставляет тело работать, он заставляет, то есть он, это как бы я показываю, как с помощью интеллекта победить живот, свою физическую природу, но когда говорится в Талмуде, что нужно нападать войной на свое злое начало, имеется в виду учить Тору, то есть самое средство против злого начала, это изучение Торы, изучение интеллектуальное, когда ты сидишь, вгрызаешься в Талмуд, мы сейчас разместим в этом самом, к этому уроку, в описании, Влад Косов, пожалуйста, разместите, есть сейчас на русском языке изучение Талмуда, это вообще бомба, каждый день лист Талмуда, на русском языке, Рав Мендель Агранович, замечательный раввин, вообще рассказывает так интересно, что просто закачаешься, вот когда ты изучаешь день лист Талмуда, в этот момент у тебя, настолько там интеллектуально, вот так вот все сложно, что у тебя, вот эта часть интеллект, который мыслей, он становится настолько сильным, что ты потом можешь своей природой, животное управлять, понятно, да? теперь дальше, дальше говорит нам, Мишли говорит следующее, шестой отрывок, Лех Эль Немала Ацель Ре Драхея Вехахам, дословно переводится так, Иди к муравью, Ацель это ленивец, иди к муравью, посмотри, значит, посмотри его пути муравья, и умудрись, сделайся мудрым, Вехахам имеется ввиду, что от муравья можно изучить божественную мудрость, хохма это божественная мудрость, как можно от муравья изучить божественную мудрость, говорит тоже нам, Малбим объясняет, что в каждом человеке, когда Бог сотворял все мироздание, то есть вначале было сотворено, вся система разворачивалась, мироздание, все вот эти вот животные и так далее, и потом только на шестой день творения был человек создан, и в животной части человека зашифрованы, как бы запрограммированы все животные части всего мира, то есть в каждом из нас есть часть муравья, часть льва, часть оленя, часть того, как программный код, и именно поэтому законы кашрута, они очень четко показывают, что можно есть, что нельзя, и нельзя есть муравья, например, почему нельзя есть муравья, потому что, когда ты съедаешь муравья, то ты как бы съедаешь его программное обеспечение, этого муравья, и оно в тебе же начинает работать, Когда ты съедаешь там того же зайца, заяц тебе начинает работать и так далее. Это, кстати, многие вот эти вот народы, которые там последователи шаманизмов и так далее, они там, они съедают сердце оленя, чтобы быть как олень, там печень льва, чтобы быть как лев, там и так далее. То есть они знают, что когда ты съедаешь глаза там какого-нибудь орла, чтобы видеть как орел, то есть они знают, что когда ты... Очень популярно, кстати, я знал, ну как когда-то, когда я еще не знал про кашрут, про тору, меня всегда удивляли, что в самых таких дорогих ресторанах продавали бычьи яйца. Это было вообще... Ну это понятно зачем. Значит, у каждого животного есть внутри программный код. Программный код, который, когда ты его съедаешь, это животное, он начинает тебе включаться. Особенно написано, что нефеш, животная душа, она в крови. Поэтому кровь, кровь, строго и временем запрещена кровь, вообще в любом виде нельзя пить кровь, нельзя ее употреблять, никакую кровь, потому что в крови этот программный код, он прямо больше всего проявляется. Теперь, почему нам сказали идти к муравью? Потому что у муравья очень сильно, если мы рассмотрим, вот можно даже погуглить потом, но я помню про муравья следующее, что муравей, он носит на себе вес, там, в десятки раз превышающий вес муравья, собственный вес. И он всю жизнь работает, хотя ему, в принципе, для пропитания надо очень мало, но он всю жизнь без остановки, всю свою муравьиную жизнь, он работает без остановки. С утра до ночи он и носит, носит, тягает на себе вот эти вот все огромные запасы, создает запасы, запасы, запасы. То есть мы видим символ такого работяги, такого человека, который, не человека, а животное, которое работает очень много, без остановки, всю свою жизнь. И говорит царь Соломон, именно он говорит ленивцу, тому, который лежит в кровати, который говорит, я не могу, я не могу, у меня нет сил. Он говорит, посмотри, в тебе есть же это тоже часть муравьиная, она есть в тебе. То есть ты не можешь сказать, что ты не можешь, к тебе есть часть вот этого муравья. Просто ты своим ходом мысли себя сделал таким, который не может. Но ты можешь, ты реально можешь, сказал царь Соломон нам в шестом отрывке шестой главы, что мы учились у муравья и взяли у муравья вот это вот хорошее качество. В Талмуде сказано, например, что если бы не была нам дана Тора, то мы могли бы учить многие части Торы от животных. От кота мы могли бы учить скромность, почему-то написано. Я вот про котов не знаю, где у котов скромность. Чистоплотность у кота, да? То есть у кота скромность там, у... Понятное дело, в Перте-вод мы тоже учили. А вы... Как мы там учили, значит? В Перте-вод мы учили. Будь дебором мощным, как лев. Но все это для чего нам говорится? Делать волю Небесного Отца, волю Бога. То есть что получается? В каждом человеке есть вот набор этих животных, но есть помимо хороших животных, полезных, муравей, олень. Вот бывает, говорит человек, ну ты олень, да, конкретно. Он прям, я не знаю, что имеют в виду, но я часто слышал, как вот используют это выражение в разговорах, ты олень, да, называют друг друга. Значит, есть в каждом человеке задатки всех этих животных, включая задатки ленивца. Есть такое животное ленивец? Есть диена, есть такое животное? Есть стервятники, которые падали, упитаются. Есть змеи, да, вот часто говорят, вот ты змея там, типа ящерицы разные, паучки и так далее. То есть в каждом из нас потенциале есть все эти качества и очень важно, очень важно учиться и развивать те качества, которые, которые именно помогают человеку пройти этот жизненный путь. Трудолюбие у муравья, седьмой отрывок. Седьмой отрывок написано так. Ашер Энла Катсин Шотер Умушель. Значит, в седьмом отрывке говорится о том качестве, которое сегодня психологи открыли, как самое важное качество для успеха в жизни. Самое важное качество для успеха в жизни – это настойчивость. Значит, седьмой отрывок звучит так. Нет у муравья ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя. То есть человек, который может управлять собой сам и сам себя заставлять делать огромные объемы работ, которые нужны для того, чтобы стать профессионалом в любой сфере, в любом деле. Для того, чтобы стать, например, в Торе, изучить Тору, да, нужно всю жизнь учиться, и то ты все не изучишь. Мудрецы Торы, они повторяют с утра до ночи все изучено. То есть они проходят в день такое огромное количество материала, потому что только Талмуд – это 2770 листов, 2771 лист Талмуда. Если учить по листу в день, один лист в день, это семь с половиной лет занимает цикл изучения Талмуда. Теперь мудрецы Торы, которые реально мудрецы, они этот Талмуд проходят не за семь лет, а за год. Каждый год они делают окончание, цикл окончания Талмуда. Кроме этого, они проходят Шоу Ханорук, сборник законов. Кроме этого, они проходят все книги Торы. То есть, чтобы быть мудрецом Торы, это невероятное количество нужно труда затратить. И в любой другой сфере нам, почему говорит царь Соломон Мудреший из людей учиться у муравья, что человек, который ждет, как приучают обычного человека в жизни? Обычного человека с детства приучают, что есть у тебя хозяин. Кто твой хозяин, говорят ребенку? Вначале родители. Родители твои хозяева, твои надсмотрщики, и, значит, и твои правители. Потом, после этого, воспитатели в детском саду, учителя, начальство и так далее. И обычный человек, он все время ждет, что кто-то ему скажет, что делать, кто-то его заставит делать, и кто-то для него правитель должен ему принести потом награду за то, что он делал. Царь Соломон говорит, не, не будь таким. Никто тебе ничего не должен. Никто не должен тебе указывать, никто не должен тебе говорить, никто не должен тебя заставлять. Будь как муравей, у него нет начальников, у него есть программа внутренняя, работать, действовать. Только ты сам своей работой можешь изменить себя, свою жизнь, свою ситуацию в мире, стать больше, умнее, сильнее, там и так далее. Поэтому, этому мы должны учиться у муравьев. И дальше восьмой отрывок. Успеем, успеем сегодня. Хорошо. Восьмой отрывок. Значит, Еще выделено такое качество муравья, которое звучит так, что он подготавливает летом свой хлеб, летом подготавливает свой хлеб, аграба катсир махала, и собирает во время жертвы, он собирает пищу свою. Муравей, значит, здесь подчеркивается не просто, что муравей такой, да, такая тупая создание такого, вот он работает, работает, работает. Нет, у муравья, оказывается, есть циклы. Он не просто собирает еду. Муравей, он собирает еду, а потом он делает хранилище для этой еды, и он эту еду потом в этих хранилищах очень четко там как-то он ее упорядочивает, чтобы она не испортилась. То есть есть жатва, есть там потом после жатвы есть следующий период. То есть в то время люди знали точно периодичность сельскохозяйственных работ. И муравей, он тоже соблюдает эту свою периодичность в жизни. И это нам совет, что невозможно построить ничего большого в жизни, пропуская, пропуская какие-то этапы. Например, я в спорте, у нас был этап, назывался общая физическая подготовка, а потом специальная физическая подготовка, а потом это все превращалось уже в тренировку на скорость, и потом соревнования в конце. Я всегда думал, что если что-то пропущу на этапе общей физической подготовки, это ничего страшного, это же не бег, это просто какие-то непонятные упражнения. Дальше, когда я доходил до соревнований, у меня на соревнованиях что-то отрывалось, потому что я что-то вначале не доработал. Когда строишь дом, если ты на фундаменте сделал хоть одну ошибку на фундаменте, у тебя нет фундаментальных вот этих вот знаний, например, да, каких-то, то дальше, если этот дом на фундаменте, у него хоть маленькая трещина или где-то не хватает пару кирпичей, этот дом упадет. То есть в этом отрывке, в восьмом отрывке, нам царь Соломон передал вот это вот еще качество, которое мы должны учиться у муравья, то есть фундаментальность и постепенность. Написано в главе недельной Итро, там есть Бог говорит такую вещь, очень интересная фраза, она для меня прямо когда-то была, ну, огромным открытием. Говорится там так, Значит, что значит эта фраза? На жертвенник не было ступенек, был полодий вход. Поэтому здесь, как бы, эта фраза, она прямого смысла не несет. На жертвенник не было ступенек. Значит, здесь идет, речь это идет переносный смысл, намек на то, что, когда ты начинаешь расти духовно, не прыгай через ступени. И очень многие, которые болеют шва, которые становятся религиозными, они делают эту ошибку, они не пройдя фундаментальный уровень подготовки, не изучив просто простые заповеди, законы, повелевающие заповеди, которые мы изучаем, как в Хафицхайме, запрещающие заповеди, которые нельзя нарушать, они сразу прыгают на уровень профессионалов, начинают очень сильно себя, как бы, считать большими цадиками, и они прыгают через ступени. Бог сказал, не иди по ступеням на жертвенник мой, чтобы не оголился твой стыд на нем. Когда ты поднялся на жертвенник, а у тебя в это время есть пробой там по всем показателям, то, понятное дело, начинаются потом какие-то качания и проблемы. В любом деле очень важно, вначале фундаментальный уровень, и он требует огромной тяжелой работы, как муравей, как Раби Атива, который в 40 лет он сел учить Тору, он зашел вначале в Хедер, он пошел в Хедер, и со своим сыном он изучил первый уровень, как учат дети в Торе, второй уровень, третий. И только когда он набрал вот этот вот фундаментальный, базовый уровень, тогда он пошел резко учиться у мудрецов, дальше, 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 и стал самым великим мудрецом, одним из самых великих за всю историю народа Израиля. Все, на этом давайте мы остановимся, и что можно из этого извлечь, из сегодняшнего выводы. Какие выводы? Значит, выводы такие. Первое, что нельзя лениться, что есть животное начало в человеке, злое начало, животное начало, которое, это животное начало, у большинства людей оно больше взято от коров, да, такие вот, именно любят полежать, отдохнуть и пожрать. Все. Теперь с ним надо воевать, с этим животным началом, потому что оно все время спотыкает человека, и оно начинает им управлять, вот это эмоциональное животное начало. И если оно управляет, то это проблема. Значит, нужно учиться у муравья, быть работягой, нужно соблюдать в любом деле, в котором ты хочешь добиться совершенства, много работать и расти постепенно. Вот это такие выводы я сегодня для себя сделал. Сделайте, пожалуйста, свои выводы, эти выводы повторите, поделитесь ими, расскажите их, почитайте еще раз. Есть описание того, что я рассказал, можно обсудим сами, сами отрывки почитать на иврите, потом объяснения, можно еще посмотреть объяснения другие. И с Божьей помощью, чтобы мы применяли знания Торы и выполняли повелевающие и запрещающие заповеди, есть ссылочка на них. Все. Всем удачи, успехов, прекрасного дня. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok